Его надо заполнить. Года так два назад центральные банки всего мира начали творить загадочные вещи. Как будто сговорившись, они начали опускать ключевые ставки по всему миру. Банк США поднимал ставку до конца 2018, а затем в течение 2019 занялся активным снижением. Банк Бразилии с 2018 по 2020 опустил ставку на 2,5%. Индия похожая ситуация. Консервативный Китай снижает ставку впервые за 5 лет. Европейский центральный банк после 2013 года уже не может снижать ставки, ведь она равняется нулю. Ну, точнее, как не может? Может, конечно, поэтому она там отрицательная и падает по сей день. В этот праздник снижения подключается и Россия, которая на протяжении 2019-го снижала ставки аж целых 5 раз. О чем нам это говорит? Мировые центробанки готовились к надвигающемуся кризису и пытались его смягчить. На самом деле, не совсем так. Наш центробанк не вполне самостоятельная организация. И у него есть два задания от самого главного. Снижать инфляцию и следить за курсом. В целом, это не самые плохие идеи, но есть вещи и получше. Развитие экономики и снижение безработицы, которые у нас отодвинуты далеко-далеко. Когда наш ЦБ снижает ставку, это означает, что инфляция в стране снижается, и кредиты как бы становятся более доступными. В реальности прямой зависимости, конечно, нет. Ведь коммерческие банки не спешат раздавать деньги бизнесу. А вот о предстоящем кризисе там, конечно, никто и не думал. Более того, я вполне допускаю, что сейчас ставку могут даже и повысить, чтобы притормозить падение рубля. Ну, от неожиданно низких цен на нефть. Хотя надеюсь, что повышать не станут. Но, видимо, когда рушилась сделка с ОПЕК, на Биулину никто спрашивать не стал. Ну, я честно пытался верить в наш ЦБ. А какие вообще индикаторы помогают людям увидеть, что экономики начинают плохеть? Начнем с самого простого для понимания. Цикличность экономики. Грубо говоря, все, что росло, когда-нибудь упадет. А все, что падало, когда-нибудь вырастет. Различают четыре фазы цикла. Подъем или восстановление. Бум или процветание. Спад или рецессия. И депрессию. Итак, первая фаза. Подъем. Только что закончился недавний кризис. Ключевые ставки находятся на минимальном уровне, что означает дешевые кредиты. Адаптированные люди начинают снова смотреть в сторону займов, расширения бизнеса и новых покупок. Увеличиваются потребительские ожидания, сокращается безработица, а инвестиции и уровень производства растут. В этот момент вкладывать в активы и бизнес лучше всего. Ведь доходность обещает быть высокой. Но понятно, что свободные средства после кризиса остались лишь у горстки рептилоидов. Такое приятное положение дел перерастает в бум, когда объемы производства превосходят предкризисные уровни. И производство стабилизируется, намекая, что дальнейший рост замедлится. Народ работает, безработица минимальная, зарплаты растут. Впрочем, как и цены. Поэтому центральный банк поднимает ключевую ставку, увеличивая стоимость кредитов, чтобы замедлить инфляцию. Товары наполняют рынок, потребительские ожидания снижаются. В какой-то момент активные участники рынка производят слишком много товаров, что потребители не могут все купить. Ведь предприниматели уже не так быстро прокручивают свой товар, наступает спад. В этих условиях, когда нужно платить по долгам, а бизнес замедляет рост, у населения остается меньше свободных денег. Следовательно, спрос снижается. На сцену выходит безработица. Потребительские ожидания идут вниз, а производство и рост ВВП начинают замедляться. А вот ключевые ставки достигают максимальных уровней, означая дорогие кредиты. И тут люди утыкаются в дно. То, что не испортилось, продается по низким ценам. Торговля идет вяло, но спад производства уже прекращается, а уровень безработицы остается высоким. Здесь потребительские ожидания ниже плинтуса, но уже готовятся к изменению. Ключевые ставки снижаются. Все это создает предпосылки для накопления капитала, после чего можно нажать кнопку «Повторить». С одной стороны, это очень простая и упрощенная картинка для понимания цикличности экономики. И, к тому же, очень идеальная. На Россию такую модель можно натягивать только с оговорками. Ведь все кризисы, которые мы проходили, обязательно вытекали в удешевление валюты и рост ключевых ставок. С другой стороны, никто не может сказать наверняка, где находится ваша экономика сейчас, в режиме онлайн. То есть, что происходило в первом финансовом кризисе, в Великую депрессию, в ипотечном 2008-м, мы можем сказать по прошествии пары лет. Но как увидеть надвигающийся спад? Итак, уже было сказано, что спад означает буксировку экономики. И сейчас, в эпоху интернетов, можно очень просто обнаружить первую весточку кризиса. Периодично выходящие новости о рецессиях. Да, так просто. Но в то же время сложно, ведь какой процент людей использует интернет не для лулзов? Так вот, сентябрь 18-го. Рецессия наступит в 2020-м. Декабрь 18-го. Что такое рецессия? Июль 19-го. Рецессия грядёт. Август 19-го. Глобальная рецессия наступит раньше, чем ожидали. В общем, рецессия, рецессия, и если вы не расслышали, рецессия. О ней говорили ещё два года назад. Рецессия хоть и звучит страшно, а на самом деле это спад, о котором мы говорили раньше. Это замедление экономики. И если пройти внутрь этих заголовков, то рецессией для страны признаётся отрицательный рост реального ВВП два квартала подряд. Но ещё могут служить месячные данные типа уровня занятости и реальных доходов. Но мы пока остановимся на первом. Итак, Германия начала демонстрировать признаки рецессии в 18-19-х годах, когда начал появляться отрицательный рост. Ситуация получше у Британии, но тренд ведёт к замедлению. Франция и Италия заканчивают четвёртый квартал с отрицательным ростом, а Германия и Британия с нулевым. Испания, кажется, ещё чувствует себя неплохо. Крупнейшие экономики Европы, если не находились в рецессии, то были прям вот на грани. О чём говорили разные аналитики и СМИ ещё два года назад. Но понятно, что только от риска нескольких, пусть и главных европейских стран, трагедии в мире не случится. Но тут и Китай, вторая экономика мира, показывает самый низкий рост ВВП за последние 28 лет. И только США чувствуют себя прекрасно. Уверенный рост больше 1% каждый квартал, а то даже и 2. Более того, экономика США бьёт рекорд как самый долгий период процветания за всю историю. И вот здесь интуитивно можно поднапрячься. Всё-таки мы знаем, что на самом деле история ничему не учит человечеству, а тут больше 120 месяцев непрерывного роста. Когда исторически каждые 20-40 месяцев случаются спады. Но хотя ближе к современности продолжительность экономических ростов увеличилась значительно, тут и 80, и сотня месяцев. К слову, Америка затмила рекорд процветания в 120 месяцев. Тогда процветали с марта 91-го по март 2001-го. Но не всё так безоблачно. Текущая фаза процветания оказалась хоть и самой долгой, но и довольно медленной в плане роста ВВП. 25% за 121 месяц, когда раньше были увеличения значительнее и за меньший период. Так ещё ситуация в других странах говорит нам о риске глобального замедления. Плюс, помимо сухой статистики, тут ещё развиваются такие неприятные события, как торговая война США и Китая, который, вы помните, по шуму вокруг Хуавея и производство комплектующих для Эпплов и прочих, а Великобритания выходит из Евросоюза. Это сейчас на себе все прочувствовали, насколько весь мир взаимозависим. И уже не нужно объяснять, что если поплохеет ряду значимых стран, то затянет за собой всех. В завершении всех этих вроде бы незначительных и слабо ощутимых циферок выходит на сцену МВФ и говорит. В 19-м глобальная экономика вырастет на 3,3%. В 19-м глобальная экономика вырастет на 3,2%. В 19-м глобальная экономика вырастет на 3%. Эм, ну, походу, глобальный рост будет где-то 2,9%. А вот так мир рос в прошлые годы. И я понимаю, что вам у экрана не особо ощущаются вот эти цифры с десятыми долями процентов. Когда я готовил выпуск, меня они тоже не пробирали. Но все ведь познается в сравнении. И тут оказалось, что в ходе мирового финансового кризиса МВФ прогнозировал рост экономики в 2008-м в 3,7%. И тогда казалось маловероятным, что глобальный рост в 8-м и в 9-м будет 3 или даже меньше процента. А теперь попытайтесь угадать, насколько реально выросла мировая экономика в период после глобального финансового кризиса. 2,8 и минус 0,7. То есть вот такие значения при финансовом кризисе, который называют самым масштабным и разрушительным после Великой Депрессии. А я сейчас напомню, что произошло 12 лет назад. В том кризисе только в США между декабрем 7-го и началом 10-го около 9 миллионов людей потеряли работу. Уровень безработицы вернулся к годокризисным уровням лишь в 2015 году. Притом пик безработицы пришелся после официального окончания кризиса. Или, как его называют в Америке, Великая Рецессия. Но что нам американцы? Россия, с одной стороны, мировой кризис пережила лучше Америки. Безработных в 2009-м стало на полтора миллиона больше. Максимальный уровень безработицы был 8,3%. А к 2012 году уже превзошли показатели докризисных значений. То есть и работу потеряло намного меньше людей. И восстановились быстрее. Как тебе такое, Абэма? Но тут есть одно большое но. В США один доллар как стоил, один доллар так и стоил. А рубль вот не устоял. Россия в этот период обедняла на 22%. Притом это почувствовали все слои населения буквально через несколько месяцев после удешевления рубля. Тогда доллар по 30 стал новой реальностью. Эх, верните мне мой 2009-й. Строго говоря, обеднело только население. О нем у нас думают в последнюю очередь. Но государство и квази-государственные бизнесы наших олигархов не только не обеднели, а даже и наоборот. Валютная выручка за нефть, за металлы позволила им в очередной раз прикупить рублевые активы внутри страны за бесценок. Ну, например, все еще помнят компанию Евросеть, которую Чичваркина отжали как раз во время кризиса. А простые люди могут с грустью вспоминать времена, когда поездка в Европу считалась чем-то обычным. А массаж в Таиланде стоил 250 рублей. Одним словом, хорошее было время. Ну, не для Чичваркина. Притом, исследовательский институт Карнеги указывает, что есть страны, которые справились еще хуже. А Россия занимает седьмое место самых пострадавших экономик. А вот Китай справился лучше всех. И, казалось бы, странно, эпицентр кризиса Америка попадает в топ-3 справившихся лучше всех. Клятые американцы обмажутся своими субстандартными кредитами, а потом весь мир долбит в очки. Еще раз. Тогда МВФ прогнозировал глобальный рост 3,7% в восьмом. А оказалось 2,8% и минус 0,7% в следующем. Сейчас прогнозировал 3,3%. Тогда все привело к удешевлению валют слабых экономик и росту безработицы, которая восстанавливалась лет 6 в зависимости от страны. К слову, наш рубль так и не вернулся к цене 25 за бакс. Но этому способствовали другие события в 2014, на которые мы не будем отвлекаться. Итак, последние два года весь мир готовился к плавному замедлению и пытался стимулировать рост снижением ключевых ставок, обеспечивая дешевые кредиты, чтобы народ покупал, бизнес расширялся, а производство производило. Так уж получилось, что в центре развития и прогресса находится потребление. Вся экономика это по сути сумма всех сделок между людьми. Ведь просто подумайте, каждый потраченный вами рубль это чей-то заработок, а полученный вами рубль кто-то когда-то потратил. Траты стимулируют экономику. И вот последние два года мировые эксперты заметили, что люди начинают меньше тратить, что вело к замедлению роста. Рецессия сама по себе не причина паниковать, но если произойдет что-то внезапное, то рецессия может перерасти в депрессию. То есть это ты как бы и так на ногах неуверенно стоишь, немного покачиваешься, а тут прибегает Майк Тайсон и... Так в 1857 начали рушиться банки из-за спекуляций с бумагами железных дорог. Так в 1929 раздутый фондовый рынок маржинальной торговли лопнул. Так в 2008 уже рынок ипотечных активов лопнул. А сейчас... Сейчас грезет кризис совершенно иного характера. В настоящее время из-за внешней силы ограничиваются рынки, попросту изымая участников сделки из игры. И если у всех предыдущих кризисов причина лежала в плоскости экономики, то есть у людей оставались возможности идти на работу, ну если не на работу, то хотя бы просто идти, то сейчас огромные проблемы с выходом из дома. Сейчас экономическая активность в разных участках земли просто останавливается. Люди просто не могут прийти на место совершения сделок. Сами сделки оказались как бы не нужны. И если раньше кафе закрывалось из-за снижения количества посетителей, то что будет, когда количество посетителей равно нулю? Это значит, что официанта можно сократить. Уволенный официант сэкономит на парикмахерской, парикмахер не пойдет в кино, работник кинотеатра купит меньше еды в супермаркете, сокращенный мерчендайзер не запишется на ноготки, нейлмастер не закажет доставку еды, курьер не зайдет в кафе. И все они не поедут отдыхать не то чтобы за границу, но и в соседнюю область. Есть и положительные стороны. В прошлом интернет не был в центре людских отношений, поэтому какие-то сферы смогут сдержать удар, открывая, например, доставку еды из кафе через известные всем сервисы. Возможно, все происходящее приблизит нас к великому и ужасному будущему, когда все будут сидеть дома, подключать мозг к сети и производя все сделки в интернете. Главное, чтобы пиццу можно было заказать. На наших глазах пишется история, и после этих событий человечество будет другим. Экономика – это огромный механизм, поэтому влияние кризиса простирается на несколько лет вперед, даже когда кризис закончится. Никто по-настоящему не может оценить влияние событий из сегодня, но тряхнет так, что заметят все. Чего стоит только факт, что вот недавно, 21 марта, за неделю 3 миллиона 300 тысяч американцев подали заявки на пособие по безработице. Для сравнения, во время ипотечного кризиса, пик заявок пришелся на близкую дату 28 марта 2009, но вот потерявших работу людей было 665 тысяч, практически в 5 раз меньше. Учитывайте, что тогда был пик, а у нас только начало. Тут мы успеем вставить дополнительные данные до производства видео. Через неделю, 28 марта, еще 6,5 миллионов американцев подали на пособие по безработице. То есть за 2 недели текущего кризиса потеряло работу больше людей, чем за 2 года мирового финансового кризиса. Стоит ли говорить о том, что помимо паники на финансовых рынках и понижения цен на нефть за сделки ОПЕК, в мире, в принципе, в ближайшее время снизится потребность в нефти, в энергетическом и химическом секторах. Сделки-то не совершаются. Но не стоит сильно расстраиваться. После грандиозного кризиса нас, конечно, ждет неминуемый рост. Стоит немного отпустить режим самоизоляции, как и сголодавшийся народ, ринется по ресторанам, барам, которые еще останутся в живых, на море, в музее, на выставку Ван Гога. Главное не забывать о работе, а то денег не будет еще долго. У нас и так в выходном году хватает. Сейчас еще появились какие-то сказочные нерабочие дни. Но если никто работать не будет, то жизнь лучше мы, конечно, не станем. Поэтому сейчас, когда у вас появилось много свободного времени, расслабляться не стоит. Используйте это время для саморазвития. По интернету вполне можно чему-то научиться. Даже старые добрые бумажные книжки тоже никто не отменял. Узнавайте новое, ремонтируйте старое, приводите дела в порядок, закрывайте старые косяки и не забывайте, что жизнь не стоит на месте, пока вы смотрите сериалы, враг качается. Если хотите продолжать получать советы от реального экономиста, а не от прыщилых с ютубов, советую канал Алексея Маркова по ссылке в описании. В будущих видео мы продолжим наблюдать за происходящей веселухой. В этом выпуске было лишь парочка макроэкономических показателей, а можно еще взглянуть на индексы сектора производства и сферы услуг, на уровень предоставленных кредитов. Если интересно, напишите об этом в комментариях. Мы предлагаем вам не отчаиваться, все мы, люди, находимся в одной лодке. И теперь у всех потребности с путешествий, новых автомобилей, новых телефонов, ярких тусовок с красивыми самцами и самками опустились до поесть да попить. Так что не переживайте, не только вы не купите себе новый айфон, никто не купит. А раз никто не купит, нахрен он кому нужен? Давайте лучше отварим пельмени. Прошу отнестись с пониманием. Не забывайте, что мы запустили онлайн-таблицу GapHR, из которой работодатели могут подобрать себе работников. В описании будет ссылка, а в закрепе инструкция, как попасть в эту таблицу. А мы же удивляемся стойкости наших патронов, которых не сбивают кризисы. Мы благодарим гэпников, героев, мудрых консулов, верховных магистров, отдельно иллюминатов нашего ордена Давида Большого и Семечку 2013. Не забывайте писать репосты и ставить комменты для продвижения. Увидимся на следующей встрече! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok